Аплодисменты Сцена задрожит, а гвозди будут вылетать из досок, из которых эта сцена построена, потому что Сергей Павлович приглашается на нее. Прошу. Смотрим дальше. Аплодисменты Акмер! Акмер! Прошу! Аплодисменты 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 Идем дальше. Аплодисменты Аплодисменты КОНЕЦ От души! Дальше! КОНЕЦ Давайте, чтобы интереснее было, поможете мне с фамилией. Итак, Расул! Ирина Ильич! Прошу! Дальше! Давай! АПЛОДИСМЕНТЫ ВИТОЛИЙ МИНАКОВ ГРОПЧЕ, ГРОПЧЕ, ДРУЗЬЯ ВОДИСМЕНТЫ Вроде все, да? Не, все же. Кто-то, кого-то не хватает, да? КОГО? Я не слышу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мастер наших видеодел. Помоги мне, кого нам не хватает, покажи. АЛИТ! 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 Баби! 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 Итак, друзья, все вскоре. И прямо сейчас мы начинаем общение с нашими бойцами. Всем стоит присесть. Слышно будет отлично, даже когда вы усядетесь в эти удобные кресла. И для начала, перед тем, как мы начнем общаться, перед тем, как и вы, и журналисты, которые собрались здесь, начнут задавать вопросы, пусть каждый из бойцов обратится к вам с парой слов. Хабиб, давай с тебя начнем. Всем салам алейкум. Баби! Большое спасибо, что пришли. Всем гостям, всем болельщикам. На самом деле, это для нас очень приятно. Но мы здесь собрались. Мы здесь собрались для очень серьезного события. Вы сами видите, здесь собраны очень серьезные бойцы. И это не все. Также будет еще и есть еще больше бойцов в этой команде. Я думаю, для того, чтобы вы более тщательно поняли наш проект, я думаю, когда начнут вопрос-ответ, мы более тщательно ответим на все ваши вопросы. Спасибо всем, что пришли. Виталий, скажи пару слов. Я что-то прослушал. Обо мне речь, да? О тебе, о тебе. Добрый день, уважаемые друзья. Знаете, очень приятно видеть, что весь зал заполнен. Очень приятно понимать, что к нашему виду спорта прикован интерес многих тысяч ребят. Ну, хочется, наверное, сегодня как можно плотнее пообщаться, услышать больше от вас вопросов, потому что есть, на самом деле, уникальная возможность получить ответы от одних из сильнейших бойцов не только России, но и мира. Поэтому, ребят, более активно и не стесняйтесь, задавайте вопросы. А мы, в свою очередь, постараемся максимально честно и откровенно у них ответить. Спасибо большое. Да, эти пацаны безусловно стеснялись бы. Расул, прошу. Саламу алейкум. Добрый вечер, друзья. Приятно видеть полный зал. Приятно, что так много народу пришло. Спасибо вам, что вы пришли, потому что все, что мы делаем, это делаем для вас. Мне приятно, что я на это мероприятие, что вы в этой команде. И я думаю, сегодня мы на многие вопросы точку поставим, которые всех интересуют. Спасибо. Друзья, дальше Володя Минеев, но только просьба к тем, кто в том ряду. Друзья, нужно чуть-чуть, чуть-чуть сместиться. Мы понимаем, что мало мест, но там они еще есть. Друзья, мы не сможем продолжить, если вы через проход не пройдете на край. Будьте так добры, друзья. На край надо пройти, иначе мы не сможем продолжать. Прошу. Сегодня день, когда мы презентуем нашу команду. Сегодня такой новый этап, я думаю, что в жизни каждого из нас. И очень приятно, что вы с нами рядом поддерживаете нас. Спасибо. Ахмед, пару слов. Саламу алейкум. Добрый вечер. Спасибо всем, кто пришел сегодня поддержать нас. Я надеюсь, что в дальнейшем тоже будете нас поддерживать. Я рад, что я в этой команде. Здесь не все, очень много перспективных бойцов у нас здесь. Спасибо. Сергей. Здравствуйте, Москва. Приветствую вас. Хочу сказать, что здесь собраны крутейшие бойцы. Как же сказали ребята, не все. Вы сейчас находитесь, можно сказать, на рождении команды. Задавайте вопросы, интересуйтесь, как у нас дела. Мы также будем вам все рассказывать. Будем двигаться с вами вместе. Спасибо. Саламу алейкум. Добрый вечер. Я же хотел поблагодарить всех, кто пришел сегодня, кто удивил этому время. Я очень рад быть частью этой команды, быть среди таких сильных бойцов. Еще раз спасибо всем, кто пришел. Итак, друзья, формат беседы следующий. Вопросы будут задавать и журналисты, которые оккупировали у нас первые ряды. И у вас будет такая возможность. В проходах стоят микрофоны, к которым вы можете подойти и встать в очередь, централизованно, насколько это возможно, для того, чтобы свои вопросы задать. Для начала, первый вопрос я позволю задать себе. Хабиб, объясни, пожалуйста, всем, кто здесь собрался, как так получилось и почему так получилось, что на свете теперь есть команда Eagles MMA Team. Ну, во-первых, я скажу, что мы к этому долго шли. Просто если кто-то спросит, почему раньше не создалась эта команда, просто у каждого из бойцов были контракты, свои контрактные обязательства. И как только все они разрешились, и вот такое хорошее, удобное время вышло. И мы создали эту команду. И ни для кого не секрет, что основатель команды – это Зиаудин Магомедов. И основным послужило этому то, что у него длительные, хорошие отношения с моим отцом. И оттуда уже дальше больше пообщавшись, мы пришли к тому, что нужно собрать такую мощную команду. Отец Хабиба здесь присутствует. Давайте поприветствуем его. Поверните к нашему залу. Друзья, аплодисменты человеку, который воспитал главного российского бойца. Дальше, друзья, мы задаем вопросы. Для начала, журналисты, у нас гуляет микрофон по залу. По залу для журналистов. Кто первый готов? Прошу, прошу. Сафонов Алексей, газета «Московский мусомолец». Первый вопрос к Хабибу. Хабиб не мог бы рассказать о своей роли в этой команде? И почему была выбрана именно она для дальнейшего сотрудничества? Так как наверняка многие хотели видеть тебя в своих рядах. Чем именно она тебя привлекает? И не мог бы описывать ближайшие перспективы? И что входит в самые ближайшие планы у команды? Спасибо. Первый вопрос я забыл. А можно по порядку отвечать? О своей роли в этой команде чем, прежде всего, будешь заниматься ты? Ну, знаете, мне даже, я, наверное, сказал бы, чуть неудобно, потому что здесь тоже серьезные бойцы, не хуже, чем я. Я надеюсь, все... Ну, я в команде, я как президент клуба, так сказать. То есть ты президент команды «Иглз ММАТИП»? А что входит в обязанности президента команды «Иглз»? Не-не, я в президент не баллотируюсь, просто... Буду управлять, но по-любому нужен человек, который управляет, там, Виталий Минако, Расул Мерзов, они заняты просто, и пришлось мне это на себя. Расскажи, чем именно тебя привлекла эта команда, и обрисуй, пожалуйста, ее перспективы и ближайшие планы. Ну, меня привлекло, наверное, название «Орлы». Я же «Орел». Я, наверное, сказал бы, если там, по-моему, был вопрос, какие планы, да? Да, перспективы команды и ближайшие планы. Самый ближайший, первый, кто за наш клуб выступит, это будет Султан Алиев. На UFC он выступит 17 декабря, в Калифорнии он будет как... Нет, не ошибся, не ошибся, это будет 16 декабря, по-моему. В Америке он выступит Султан Алиев, а здесь на родине у нас выступит Ахмед Алиев 16 декабря, если не ошибаюсь. Раймонд Магомед Алиев будет. Ну, много-много бойцов у нас в команде, которые здесь не сидят. Но я скажу, что у нас планы в следующем году, в такое же время, в конце года мы хотим сделать итоги года. У нас в планах будет 3-4 пояса «Файт Найт», как минимум 2 пояса «Ворд Сервис», и я думаю, пояс UFC должен лежать на сайте. Главное, потому что мы планируем открытие залов команды по всей стране. Ну, у нас уже есть зал в Брянске, Виталий руководит, да, и в Москве здесь есть зал, в Махачкале 3 зала у нас. Сейчас будет строиться в Махачкале на берегу Каспийского моря самый лучший спортивный центр, можно сказать, лучшая академия ММА, так скажем, в Махачкале на берегу Каспийского моря. Также есть, уже идут переговоры в Ростове, Нижневартовске и во Владивостоке. Будут залы строиться, но и перспективы мы рассматриваем Казань и Санкт-Петербург. Еще вопросы коллеги, коллеги. Пока коллеги собираются силами, друзья, вопросы из зала и в качестве анонса за лучший вопрос из зала у нас будет фриз. Это будут бойцовские перчатки с автографами всех сидящих за сегодняшним столом. Прошу вас, коллега. Перчатки приготовьте, пожалуйста. Все, все. Накалу. Для начала я хочу обратиться к Хабибу Магомеду. Я его люблю. А, прошу прощения. Спасибо. Камил очень у меня, как надо, короче, начинать. Вот, такой момент. Магомед Исмаилов, газета Инстаграм, Мага Исма. Вопрос к Хабибу. Хабиб, я люблю его как брата. У него самый сумасшедший гранд-энпаун, который я видел вообще в своей жизни. Я влюблен в его добивание. И вообще, ты тигр, ты машина. Это я хотел сказать. Теперь у меня вопрос. Ты знаешь меня как бойца, Хабиб? Поэтому спрашиваю. Меня, ладно, ты знаешь Магомед Исмаилов? Знаешь. Вот у меня вопрос. Как думаешь, в предположительном бою, предположительно, таком? Предположительно, исключительно. Кто победит? Магомед Исмаилов или Владимир Менеев? Мы с одного города, правильно? Ты же знаешь, как мы дела решали. Ты же знаешь, у нас не было там завтра, послезавтра. Вы же здесь, давайте вот здесь. Магомед Исмаилов, подожди, подожди, подожди. Ты спасил, кто выиграл, правильно? Да. И здесь? Вова здесь. Вова здесь, выскочил отсюда. Магомед Исмаилов, нам нельзя. Это отмазываться нельзя. Ты что, выскочил отсюда? Да. Вова здесь, выскочил отсюда, выскочил отсюда, выскочил отсюда. Правильно, правильно. Это здорово, то что... Вова готов. Вова готов. Все, я понял. Спасибо. Да, перчатка, фаворит есть, фаворит есть на перчатке. Еще один вопрос к Владимиру Менееву. Да. Магомед Исмаилов, опять-то надо, дай договорить. Не-не, все запомнили и не забудут уже. Это тяжело запомнили. Вопрос к Владимиру Менееву. Ты отличный боец, машинообразный. Начинается, как же. У меня к тебе вопрос. Ну, аналогичный вопрос, ты понимаешь. Да, вот Хабиба спрашивал. Здесь решать не будем, у меня травма восстановится. Понимаешь? Так. Как по-твоему, ты победишь или Магомед Исмаилов? Предположите, я по-твоему. Спасибо за вопрос. Я очень долго ждал, когда этот вопрос лично вы мне зададите. Вообще хочется сказать, что я к Магомеду Исмаилову отношусь очень хорошо. Такой гигант российской индустрии ММА. То, что он делает, до этого еще, по-моему, никто не делал. И отмечаю это только с самой лучшей стороны. А что касается моего боя и моей оценки, вообще, когда человек подписывает контракт с промоцией компанией, есть две копии этого контракта. Одна лежит в промоцией компании, одна лежит у тебя. Вот я хочу увидеть этот контракт. Мага, ты можешь его сфотографировать и выложить в Инстаграм? А то я уже так много прочитал интервью, что ты якобы подписал этот контракт, и скоро будешь драться со мной. Но контракт я не увидел. Мага, контракт там, конорар тоже выложи, сколько ты уложишь. Мы хотим знать, сколько ты стоишь. Мага бесценен. Спасибо большое. Так, еще вопросы, друзья. Давайте подадим первый вопрос нашим зрителям, уважаемым. Да, прошу. Здравствуйте всем. Меня зовут Ислам. Чуть-чуть громче. Ислам. Я хочу задать вопрос Хабибу. Изначально я хочу тебя хвалить не за того, что ты боец, там, что такое. Я хочу тебя хвалить из-за того, что при любых обстоятельствах, при журналистах, ты всегда остаешься истинным мусульманом. Всегда нашу религию ты всегда... Всегда ты поменяешь нашего пророка и нашу религию. За это я очень уважаю тебя. Прямо от души благодарю. Я не знаю, это словами не по... Низкими вопросами тебе сказали. Я чуть-чуть валуюсь, там, просто братья сидят. И вопрос. Пора вопрос задать, дружище. Я это задал вопросу Зубарю Тулгуфу тоже. И хочу тебе задать. Если, извините за ображение, если бой будет с этим, там, петушу, как его зовут? Чикер! Я правильно скажу? Баккенбургер, да? Да? Если будет бой, да? Ты как хочешь закончить этот бой? Я знаю, что... Баккенбургер, да?